Водитель Тойоты в Шамгенте выехал на встречку, чтобы подъехать ближе к светофору. Видеозапись полицейским прислали очевидцы. В отношении правонарушителя составлен протокол. Нарушение правил встречного проезда или обгона на проезжей части влечет штраф около 48 тысяч. Вооруженного, ранее судимого, вымогателя задержали в Шамгенте. В Управлении по борьбе с организованной преступностью поступила информация о местном жителе, вооруженном огнестрельным оружием, который занимался криминальными разборками и вымогательством. Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека и незаконные лишения свободы. Его задержание оперативники провели по месту жительства. Изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож. Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконное ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Проводится досудебное расследование. Мужчина арестован. Назначены экспертизы. Водитель автобуса повернул на светофоре с середины дороги, не утруждая себя заранее перестроиться. Эти кадры попали в полицию. В отношении правонарушителя составлен протокол. Несоблюдение требований, указанных дорожными знаками, влечет штраф в размере трех МРП. Полицейские установили водителя, который 40 раз нарушил правила дорожного движения и не оплатил штрафы. На территории Туркестанской области проводится оперативное профилактическое мероприятие «Баршкер». Его основная цель – проверка и выявление автомобилей, водители которых уклоняются от уплаты административных штрафов. Также в рейде задействованы частные судебные исполнители. Сотрудники Ордобасинского районного отдела полиции за неделю взыскали штрафы на 3 миллиона тенге. Так, на одной из улиц стражи порядка остановили автомобиль марки «Лада Приора». При проверке документов установлено, что водитель 40 раз нарушил ПДД и имеет неоплаченные штрафы в размере более 700 тысяч тенге. Автомашину водворили на штрафстоянку, а задолженность полностью взыскали. Предупреждаем жителей о необходимости своевременной оплаты административного штрафа. Рейды по взысканию наложенных штрафов совместно с судебными исполнителями будут проводиться на постоянной основе. Полицейские привлекли к ответственности нетрезвого водителя, совершившего ДТП. Мотороллер марки «Муравей» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ауди». Пострадавших в ДТП нет, но транспортным средствам нанесен материальный ущерб. При проверке стражи порядка установили, что водитель мотороллера управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило среднюю степень опьянения. Данный факт зарегистрировали по статье «Управление транспортным средством человеком, лишенным прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ранее за управление транспортным средством в нетрезвом виде водитель уже был привлечен к ответственности. Тогда за нарушение правил дорожного движения суд лишил его право управления транспортом сроком на 7 лет. Но мужчина не сделал вывода и повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские установили подозреваемого в краже денег из ящика для пожертвований. В отдел полиции ЖДССКОГО района обратился местный житель. В одной из мечетей неизвестные похитили 50 тысяч деньги из ящика для пожертвований. Участковые приступили к розыску. Данный факт зарегистрировали по статье кража. Стражи порядка провели подворовой обход, опросили очевидцев и проверили камеры, установленные в мечети и на улице. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли в соседнем селе. Им оказался безработный местный житель. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Принято, выезжаем.